Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня Александра Буглева. И вы на экране видите два слайда в программе PowerPoint. Эти два слайда я записала на Камтазию, сделала футаж для своих роликов. Это новогодняя тема. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Это вот заставка на начало. Смотрите, когда вы будете монтировать свой ролик в Камтазии и будете ставить футаж, вот здесь можно поставить выноску и прописать какую-то тему. Можно эту тему прописать сразу на слайдах. Можно вот здесь вот сразу прописать ее. Если вы посвящаете этот футаж вот именно какой-то определенной теме. Но если еще будут ролики по новогодней теме, я так думаю, что проще сделать универсальный и уже тему видео включать на выноску. Это на начало. Эти два слайда у меня сделаны с переходами. То есть вы видите, что каждый слайд открывается по-своему. Вот это заставочка у меня для моих уроков по Powerpoint. И когда я буду монтировать свои ролики уже обучающие, сюда я напишу, например, урок номер один, тема такая-то. Но это уже будет на выносках. И заметьте, здесь у меня переходов нету. То есть слайд открывается сразу же. Это на завершающий. Вот такие футажики или заставочки для своего видео можно сделать. И к вам не будет никаких претензий. Претензии к вам могут быть только по музыкальному файлу. Но с этим уже проще на YouTube бороться. Это папочка у меня, где собраны картинки, на основе которых можно... Вернее, не можно. Я буду делать свои футажи. Первое видео у меня сделано на основе этой картиночки. Можно проще сделать заставочку. Просто загрузить какую-то картиночку, загрузить сюда название, фамилию, имя, что вы хотите. Но я вам немножечко сегодня покажу другой прием. Итак, мы открываем нашу программу PowerPoint. Открываем пустой слайд. И на него загружаем нашу основную картинку, наш основной фон. Можно загрузить через вкладку «Вставка», «Рисунок» и уже искать свою папочку. Можно попроще сделать. Просто берем, зажимаем левой кнопкой мыши и перетаскиваем на слайд. Но, как видите, наша картиночка получилась немножечко больше слайда. Мы ее сейчас убавим и сделаем по размеру слайда. Смотрите, у нас здесь вот надпись. Нам ее нужно убрать. У нас появилась при выделении нашего слайда, нашей картиночки, появилась вкладка «Работа с рисунками». Заходим сюда и идем вот в эту вкладочку «Обрезка». Сразу появились границы нашей обрезки. Но нам нужно убрать только снизу. Мы вот таким образом захватываем, вликаемся. У нас обрезка уже готова. И мы остальное растягиваем. Еще момент. Я не хочу, чтобы у меня вот этот рисунок был слева. Заходим в область выделения и отображаем слева, но право. И вот у нас уже смотрится совсем по-другому. Дальше что мы делаем? Мы идем во вставочку. Берем фигуры, берем прямоугольничек. И вот здесь вот, вот этот прямоугольничек, мы вставляем свою фигуру. Вкладка «Средства рисования». Заходим сюда, работаем вот с этой вкладочкой. Идем в контур фигуры и убираем. Нам контур совершенно не нужен. Дальше. Кстати, я забыла вам сказать, что у меня вот здесь кусочек вот этот, основной вот этой фотографии. Для чего? Сейчас я вам все это расскажу. Итак, мы заходим в контур фигуры. И что я вам сказала? Нам надо в заливку идти. Вот сюда. Выбираем рисунок. И наша папочка. Создаем фото же сами. И берем этот кусочек. И вставляем сюда. Смотрите, он у нас получился одного цвета. Мы его выделяем. Работа с рисунками. Коррекция. И вот здесь мы выбираем для нашей фигуры уже тот цвет, который нам нравится. Берем потемнее. И сейчас я хочу просто здесь вот нашу фигуру отделить от нашей открытки. Беру просто линию. А вот здесь вот мы работаем с контуром фигуры. Заходим сюда. Выбираем толщину. Давайте возьмем 3. И возьмем цвет фигуры. Белый. И вот наш фон готов. Что сюда еще мы сделаем? А сюда мы сейчас загрузим нашу картиночки. У нас первая стоит лошадка. Мы ее сюда поставим немножечко. Вот так. Она на нас смотрит. Теперь вот эти часики новогодние. Часики очень большие. Мы их убавляем. Это один из способов украшения нашей заставы. Вы можете делать все свое. Просто я вам показываю еще одну технику. Как можно сделать. Вот наша елочка встала. Можно сюда поставить какие-то звездочки, близкалочки. Что-то такое переливающееся. Это уже на ваше усмотрение. И вот моя фотография пошла. Наконец, большая. Еще освободим. Поставим. Можно ее вот таким образом поставить. И сейчас сюда мы сделаем еще текст. Вставка в Ортар. И возьмем вот этот белый залив. Ну и пишем имя, фамилию. Смотрите. Я написала. Размер очень большой. Но я его, этот размер, пока убавлять не буду. Почему? Потому что я сейчас буду выбирать шрифт. А шрифт я возьму очень красивый. Хочу, чтобы моя фамилия и имя были очень красивыми. И еще, что я сделаю, это я вот таким образом пишу. А вот сейчас мы можем немножечко шрифт и убавить. Выделяем его. И размер шрифта выставляем. Давайте 8 поставим. И, как вы помните, у меня еще была одна надпись. Вернее, две надписи. Заходите в гости. И ссылка на блог. Мы идем опять во вставку. Берем тот же самый. Пишем текст. Заходите в гости. Итак, текст у нас готов. Мы его сейчас выделим. Сделаем тот же самый шрифт. Но с нашим текстом, вот с этим мы немножечко сейчас поработаем. Выделяем его. Средства рисования. И идем вот сюда. Здесь вы можете поработать и так, и едок. Как хотите. Можете поставить свой текст. А можно поработать и вот здесь. Преобразователь. Смотрите, так напишите, так напишите. Можно волной. Как вам нравится. Давайте хоть на чем-нибудь остановимся. Здесь можно регулировать это. Итак, текст мы написали. И еще у нас осталась наша ссылочка на блог. Сейчас ее откроем. Скопируем горячими клавишами. Идем сюда. Вставка. Можно сразу взять в WordArt. А можно и сначала надпись. Давайте попробуем вот это. Поставим. Так, вместо этого текста поставим свой. Смотрите, у меня ссылка получилась. Кликабельная рабочая. Мы ее сейчас убавим. И теперь мы ее выделяем. Потому что синего, собственно говоря, у нас нет. Ну, ссылочку мы не будем трогать. Она у нас как была, так и есть. Наш слайд готов. Но, если мы сейчас его поставим на просмотр. А на просмотр можно вывести очень просто. Нажимаете вот здесь значок показ слайда. Он так визуально напоминает рюмочку. Смотрите, я сейчас вывожу на просмотр. Наш слайд просто открылся. И давайте сейчас поставим анимацию для нашего слайда. Здесь вы можете поставить переход. Это функция, как у вас слайд будет открываться. Выбираете любую функцию. Это может быть и вспышка. Это может быть и рябь. Это может быть и что-то другое. У меня на слайде стоит вот такой вот плавный выход. И здесь вот длительность вашего перехода стоит 0,080. Но так как нам нужен выход, давайте вот на 3 секунды сделаем. Футаж желательно не делать очень большим. Ну и очень маленьким тоже. Ну и сейчас мы сделаем анимацию для всех наших элементов. Нажимаем анимация. Включаем область анимации. И сейчас начнем наше творчество. Смотрите, как только я выделила какой-то элемент, у меня здесь появляются уже вкладки активными. И вот мы выбираем анимацию. Здесь можно выбрать какую-то тему определенную. Что можно? Давайте вот сделаем для всех просто появление. Смотрите, я нажала на функцию. И вот здесь вот отобразилась плашка, где я буду регулировать, как наша картинка будет появляться на слайде. Во-первых, на данный момент она запускается только со щелчком мыши. Поэтому давайте мы сейчас поставим запускать вместе с предыдущим. То есть слайд будет у нас открываться и наша лошадка тоже будет в это время появляться. И сейчас выставим время. Вот здесь можно поставить небольшую задержку. Ну вот, например, полсекунды. И продолжительность появления нашей лошадки, давайте сделаем 3 секунды. Окей. Следующее. Давайте сделаем их все одинаковые. Давайте вот поставим вот так. Сделаем разные наши элементы. Тоже запускаем с предыдущим. То есть наши часики будут появляться вместе с лошадкой. Задержка уже стоит. Время 3 секунды. И окей. И пришло время нашей елочки. Так, что же мы под елочку выберем? Так, это у нас есть. Это у нас есть. Давайте вот это вращение посмотрим, как это будет выглядеть. Дело в том, что все эти функции можно менять. И давайте выведем на большой просмотр. Замечательно. Почему вот эти вот сразу вместе со слайдом выходят? Потому что мы еще не задали им никаких параметров. Итак, наши фигурки появились. А сейчас время появления фотографии. Ну, фотографию, конечно, мы не будем. Мы вот сделаем вот такое открытие. То есть это будет уже после предыдущего. То есть все эти эффекты, вернее, как наши картиночки открылись. Только после этого будет открываться фотография. Тоже можно поставить задержку. А можно и без задержки. Давайте сделаем 3 секунды. И вместе с фотографией будет появляться имя и фамилия. Ну, здесь можно сделать вот такое плавное. И сюда же вот к этому параметры эффектов. То есть у нас будет открываться выплывание вниз. Давайте посмотрим, как это все будет. Вместе, вот вместе с фотографией делаем и выставляем время. Там стояло 3 секунды. Смотрим. Появляется слайд. Появляются фигурки, картинки. И появляется фотография. Ну и осталось у нас еще два элемента. Это напись. Мы ей тоже сделаем. Так, давайте тоже вот так. Плавное. После предыдущего. Время поставим также 3 секунды. Окей. Так. Секунду. Параметры эффектов. У нас будет здесь выплывание вниз. А вот здесь мы сделаем эффект тот же самый. Но здесь будет выплывание вверх. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Запускаем вместе с предыдущим и выставляем время. 3 секунды. И окей. Итак, слайд у нас готов. Запускаем. Сам слайд открывается. Появляются картинки. Фотография, фамилия, имя. И надпись. Замечательно. Еще что нам нужно сделать. Нам нужно просчитать полностью время открытия слайда. Что мы делаем? Заходим. Заходим в вкладку пока слайда. Настройка времени. Нажимаем. Смотрите. Вот здесь вот будет сейчас отсчет времени. Сколько будет открываться наш слайд, наши все эффекты. 10 секунд сохраняем. Вот так будет выглядеть у нас. Заходим во вкладочку вид. И нажимаем обычный вид нашего слайда. Или это можно сделать вот здесь же. Теперь смотрите. Когда мы зайдем во вкладку переходы. Здесь убираем эту галочку. И у нас слайд запускаться будет сразу. Не по щелчку, а сразу. И время всего слайда будет почти 10 секунд. Вот таким образом вы можете сделать любую заставочку на начало вашего ролика, на конец ролика. Принцип один и тот же. Поэтому я остальные слайды не буду вам показывать. Это будет все одинаково. А вот как записать наш слайд уже на Камтазию, я вам покажу на слайдах. Итак, наш слайд готов к записи. Мы открываем нашу программу Камтазия. И нажимаем кнопку Record. То есть запускаем нашу программу в записи. Как только мы кнопку нажали, у нас сразу пошел отсчет времени. После этого мы выбираем запись экрана. Как только мы выбрали запись экрана, у нас вышел экран. И вместе с этим вышел слайд. И для того, чтобы нам сделать запись нашего слайда, мы его должны запустить полностью на весь экран. Мы нажимаем на нашу рюмочку. Как только весь слайд проигрался, вышел полностью на экран, Мы нажимаем кнопку F10. И выходит вот такая предварительная запись. И здесь мы нажимаем вот эту кнопочку. Кнопка сохранения проекта для дальнейшего его редактирования. Как только мы на эту кнопочку нажали, у нас выходит панель, где мы выбираем, куда же мы будем сохранять наш, скажем, проект. Я обычно делаю на рабочий стол. Имя не даю. Даю, как программа дает его, так и оставляю. И нажимаю кнопку Сохранить. И вот сейчас мы с вами будем редактировать наше видео. То есть, как только вы нажали на кнопку Сохранить, идет загрузка и выходит уже программа открытая, где нам выдаются параметры нашего видео. Если мы согласны с этим, мы нажимаем ОК. И что мы делаем далее? Две звуковые дорожки. Одна идет системные звуки, другая идет как бы с видео. Мы эти две звуковые дорожки должны удалить. Вот эта вот дорожка, мы ее просто выделяем, нажимаем на нее, выделяем и нажимаем кнопочку Delete. И она уходит. Вот со второй дорожкой немножечко по-другому. Здесь нужно нажать вот эту вот кнопочку Соединение видео и звука. Как только мы на нее нажали, у нас выходит панелька, которая нам предлагает согласиться или нет на отделение звука от дорожки. Мы, естественно, нажимаем Да и соглашаемся. И сейчас мы начинаем уже редактировать наше видео. Так как, когда мы запустили программу, пока это мы запустили наш слайд на весь экран, запись шла. И вот эти лишние кадры нам не нужны. Мы запускаем наше видео на просмотр и выбираем на шкале то место, с которого начнется вообще демонстрация нашего слайда. И лишнее мы уберем. И ставим на эту точку вот этот вот бегунок. И затем мы выделяем это место, которое мы должны обрезать. И нажимаем на ножнички и удаляем ненужное с экрана. И вот мы обрезали то, что у нас было лишнего. И ставим бегунок на шкале на начало. И запускаем уже на просмотр для того, чтобы выявить, что же нам нужно вырезать, убрать лишнее в конце нашего видео. Таким же образом мы обрезаем лишнее последнее кадры. И сейчас нам нужно вставить аудиофайл, который мы уже приготовили. Наверху мы нажимаем кнопку «Импорт медиа» и нас перекидывает на наш компьютер, где у нас находится наше аудио. Обычно я его предварительно ставлю в ту же папку, где находятся все мои, скажем так, слайды, картинки для этого видео, чтобы всегда все было под рукой. Как только мы аудио загрузили в библиотеку «Камтази», далее мы его загружаем на шкалу времени. Можно просто зажать левой кнопкой мыши и перетащить. Обращаю ваше внимание, что бегунок нужно поставить на конец видео, потому что нам нужно будет редактировать аудио. Если, конечно, вы его заранее не обрезали, но я делаю это сразу «Камтази». И вот мы загрузили наше аудио на шкалу времени. Обращаю ваше внимание, вот здесь у нас показано время прохождения нашего видео. Здесь стоит где-то примерно 13 секунд. Вот примерно и 13 секунд мы должны обрезать музыку с нашего аудио. После того, как мы запустили аудио на прослушивание, там же на шкале сразу видно, было 13 секунд. Мы где-то пропускаем прослушивание на 26 секунд. И я обычно ставлю здесь бегунок, и остальное лишнее точно так же выделяю и обрезаю. Вот в таком виде получается обрезанное аудио. Я его зажимаю левой кнопкой мыши и перетаскиваю под видео. Вот в таком виде у меня получается уже полностью собрано видео и аудио. Здесь, если что-то лишнее у аудио получается, здесь можно также обрезать. И мы сейчас будем редактировать аудио, потому что, смотрите, здесь звук выше, здесь как бы ровный. И все это редактируется во вкладке аудио. И вот мы зашли во вкладку аудио, нажали на наше аудио, то есть выделили, и у нас сразу становится активная вот эта вот область. Здесь мы можем уменьшить громкость, увеличить громкость, нарастание, затухание, в общем, идет редакция аудио. Но так как у нас звук в начале у нас более-менее нормальный, нам нужно отредактировать только конечные звуки. Для этого мы выделяем и нажимаем на затухание. И вот мы отредактировали наше, как бы сказать, затухание. Вот еще раз. Обращаю ваше внимание, что мы нажимали на затухание. И вот у нас все готово. Видео у нас отредактировано, музыка у нас отредактирована, все нам нравится. И тогда мы приступаем к сохранению нашего готового видео. Для этого мы заходим в кнопочку «Файл». Я сохраняю таким образом, нахожу «Создать» и «Опубликовать проект». Затем «Пользовательские настройки проекта». Нажимаю кнопочку «Далее». Здесь я выбираю формат сохранения MP4 «Далее». Здесь мы ничего не делаем, только нажимаем кнопочку «Далее». Здесь нам предлагается поставить водяной знак, но так как это у нас заставка, она будет присоединена к основному видео. Здесь мы водяной знак не ставим, потому что может произойти наложение. Нажимаем кнопочку «Далее». Следующий шаг наш. Мы даем название. Название нашему видео. И выбираем папку, где будет это видео сохранено. Я обычно выбираю рабочий стол. Нажимаем кнопочку «Готово». Как только вы нажали кнопочку «Готово», начинается сохранение или обработка проекта. И так как я изначально задала сохранение на рабочем столе, вот у нас эта папочка и появилась на рабочем столе. Ну и вот так вот находится в открытой папке. Это видео – это контрольное видео, а основное видео – вот это вот. Вот и все, что я хотела сегодня вам рассказать, чем с вами поделиться. Давайте будем сами создавать наши футажи к нашим видео. Футажи можно делать тематические, можно делать общие. И тогда мы не будем ни от кого зависеть. С вами была Александра Боболева.